Арбитражный суд Республики прекратил дело о банкротстве в отношении главы фона Анатолия Левады. Иск с целью взыскать с бизнесмена 93 миллиона рублей подавал Тимирбанк. Напомню, в настоящее время Левада находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Фону принадлежат три долгостроя в 65-м комплексе. На завершение всех работ необходимо более 750 миллионов рублей. Не исключено, что в 2018 году в ряде российских городов не будут отключать горячую воду в летний период. Несколько городов Приволжского федерального округа могут стать участниками пилотного проекта Минстроя. По словам замминистра Андрея Чибиса, эксперимент намечен на лето следующего года. Предполагается, что он позволит сократить сроки отключения горячей воды до минимума. Какие города войдут в список пилотных, пока не уточняется. Татарстан впервые не вошел в топ-30 регионов по объему продаж электронных полисов ОСАГО. По мнению экспертов, это говорит о том, что в республике удалось решить проблему с бумажной версией документа. Напомню, по итогам 2016 года в регионе было оформлено почти 4000 электронных полисов, из-за чего Татарстан вошел в двадцатку субъектов по продажам этого вида страховки. 11 новых лыжных баз построят в Татарстане до конца текущего года. На эти цели из бюджета республики выделено почти 56 миллионов рублей. Объекты возведут в 11 населенных пунктах, среди которых Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Мензелинск и Огрыз. Турецкие томаты вернулись на российские прилавки. Россельхознадзор снял ограничения на поставки, но лишь с трех предприятий. Эти компании занимаются не только экспортом, но и производством помидоров. Напомню, запрет на ввоз томатов из Турецкой республики был введен 1 января 2016 года.